У нас сегодня 10 января 2022 года. Вчера воскресенье было 9 и наша сестра Елена Фаур из Ливана, она в Усть-Пристинский район поехала покупать, ну оформлять там уже договорилась вроде бы, квартиру. Я думал, это отдельный домик, не отдельный. Но сейчас по-свежему я хотел вас спросить. Она жила с вами сколько дней примерно? С 15 декабря. С 15 декабря она прибыла сюда. Ну, значит, две недели с лишним жила. За это время можно приглядеться было к человеку. И какое ваше мнение о ней? Она настоящая верующая? Ей можно доверять все? Да. Я скажу свое мнение. Я с ней ходил, ходил на мост, гуляли, разговаривали. Каждый день она здесь. Она ни разу, нигде ничего не нарушила. Один раз сказал, где садиться за стол, это с правой стороны, где Игорь сидит, дальше туда. Она в этом уголке всегда и сидела. Она видит, что я занимаюсь. Когда прихожу раньше, раскладываю закладки в Библии, которые открывать будет брат Севастьян. Она мимо идет, а глянется, если я увидел случайно, она головой кивнула и сразу разворачивается и ушла на то место, где она сидит. В храме. Вы так делаете? Так, да. Ты сразу как пришла, ты сразу туда ушла, и ты не подходишь, когда я занимаюсь. А кто же вчера у нас, интересно, там, прям настоящий скандал устроил, когда первый раз молоко было привезено. Лена, видно, привезла от взятия своего Андрея. И вот прямо ринулась сходу. Остановить уже никак нельзя. И что, вы считаете правильно это? На глазах людей не сделать замечания здесь? Ну, я какую-то роль имею здесь или нет? Пытаюсь оттащить. Прямо сцепляются. Ну, ты же понимаешь, кто перед тобой сидит. Ну, с Игорем спорить можно, такой совершенно неразумный человек. Ни физически, ни по-другому, ни по знаниям. Да с ним, тут, кажется, никто не может даже соревноваться. И вот здесь, прямо на глазах. Разливают, все сделали. А ты только вообрази всегда так, кто это делал. Меня здесь нет. Не пришла, болела там где-то. Разобрались бы с молоком? Не надо ничего говорить. Речь не о молоке идет, а о занятиях. Речь на совсем не о молоке идет. Ну, можно ничего не делать, не говорить. Ну, сама подумай. Другой вариант какой? Ну, такой, зашла там в притворье. Ну, спокойно. Вот он сейчас прям этот враг-то. Ну, что ты пред... Ложное предположение твои. Ну, попробуй же. Надо учиться в безмоле. Ты учиться-то не можешь? Я же ничего не говорю. Только еще говорю, и сразу срываетесь, и уже в пике. Как будто вы их крылья перешибли, и самолет... А ты сказать не даешь ничего. Ну, можешь промолчать сейчас, в данный момент. Попробуй. Все равно, когда-то мы будем молчать. Жена доучится в безмолвии. Безмолвии. А учить ей не позволяю. Вот, и не я говорю. Сейчас здесь с нами Павел сидит. И я говорю, апостол Павел, ты не отрекаешься от твоих слов? Ну, из верующих, кто тебя прислушался в этом? Какая жена? Он говорит, а я имею Духа Святого. Думаю, имею Духа Святого. Я говорю, когда... Вот здесь находитесь, побыли здесь, не растеряйте. Молча выходите, идите дома, занимайтесь. Я еще раз говорю, сестра Елена была здесь, ни одного замечания она не получила. И она сидит. Ее на лице только глянешь, и видно, она просто первый раз слышит это. У нее на лице все считается. Видите, на этом уровне, вот если бы коснулась дольше жить, у вас могло быть и не однажды конфликт. Она не будет делать замечания, но ее поведение обличает тех, кто нарушает, ну, прямое повеление апостола Павла. И поэтому, вот она вчера брякнула здесь, поэтому, Володя говорит, Елена что-то там говорит. Я думаю, сейчас тут несколько минут, я тогда сразу к ней захожу. Пока несколько минут, гляжу в окно, она уже быстро уходит. Я кинулся, Володя, обувайся скорее, беги, догони ее, останови. Посмотрел наружу, нету машины никакой. А ты, я скорее тогда считать. Она говорит так, я спешу на вокзал, и я уезжаю, помолитесь обо мне, благодарю, я сейчас могу показать даже, что где. Ну, и хорошо, что Володя не поторопился. Гляжу, она уже за воротами, ну, я успел снять ее, как она поспешно закрывает калитку, и быстро-быстро пошла. Она оставила добрую память о себе, о ней легко молятся, так, как будто бы она никуда не уехала. Сейчас ее не было, она не дома, у людей, ночью вставать, это тут понятно. А так она всегда была с нами. Я прошу оставить о ней такую память, потому что это жизнь, а в этой жизни легионы демонов, злых духов, которые желают не того, что есть. Мир на земле, в человеках благоволение. А вот дьявол этого не любит, ему нужны смуты. Что он затеял сейчас тут в Казахстане? Люди поверили, эти люди, которые все продумали, захватили оружие, склады, вооружились, их теперь не взять. Все, перевернем власть, Назарбаева это сдвинем, и потом своего клана его дало, и будем жить по-другому. Но там уже организация была сделана, в нее пять государств, кажется, входит. И когда одному плохо, другие сразу представляют ему войска. А помощь русские сразу в самолеты грузят три тысячи с автоматами, с оружием. Я не знаю, там огнеметы, может быть, гранатометы. Но они поехали не с пустыми руками, не с сухарями только, без конфеток. Ну, Белоруссия 300 человек погрузила туда. Даже 15 или сколько человек Армения дала. Но та-то вот той совсем никого нет. И что? Все. Застущали автоматы, 70 трупов сразу, и никого на улицах нету. Они ломали там витрины, все показывают, как грабили. Никого нету. Чистые улицы. Дома сидите, к окнам не подходите. Человек не знает все. Зачем он вышел? Сказано не выходить. Сидите дома. Отключили интернет, телефон не работает. Ну, на душе подумайте маленько. Выходит. А мы разбирать не будем в ночное время. Комендантский час. Кто-то где-то шевелится, он по этой тени, чтобы первый тот не высел. Он хлестнул, и сразу 50 пуль туда вонзились. Все, вытаскивайте за ноги. Вас научат слушаться. Сказано было, перед богослужением никаких разговоров не ведите. Молча пришла, как сестра Елена. Уйди на свое место, сядь, и никого за руки не хватай. Кто бы ни шел, опусти глаза долу, книзу. Она оставила пример нам. Мы это знаем, но забываем, как Андрей Кураев обо мне говорит. Я ничего не придумываю свое, но целые пласты, которые я открыл. О святых, о мощах, что их резать никто не повелевал и не соглашался. Так и здесь. Она напомнила нам своим тихим образом жизни, чтобы мы пригляделись к самим себе, сравнили. Я прошу, перед богослужением, не стойте минут за 10, зайдите туда в храм. Без 7 минут мы уже начинаем молиться. Как? Тихая молитва. Встанем все на молитву. Мне один тут подошел у нас, потеряевский, который сам не ходит, но когда-то ходил. На молитву. Мы не можем на молитву сказать. Встанем для молитвы. Ну, я стал говорить, для молитвы. А теперь, считаем, Евангелие Господь говорит, и когда стоите на молитве, значит, опровергает этот человек Господу. Он, Евангелие, на это не означает сверху. Значения очень много на молитве. То есть, для чего это было? Я где? На работе. Ну, мы не говорим в работе или для работы пошел. На работе. То есть, неграмотность. Ну, я же это сделал. У меня при занятиях в университете было грифельные доски. И там иконы стоят. Большие иконы у нас, хорошие были. Из Жорданвиле полученные. Посредине Христос. Справа Божья Матерь Богородица Преснодева Мария. А слева Никола Чудотворец. Записка. Вы неправильно поставили. Христос правильно. А это на другую сторону. Я убедился. Кто делает замещание, я говорю, вот завтра не будет здесь. Вы уже не придете. И все. И больше нет. Один раз сказали, прислушайся, мимо не проходит это. У меня есть такие моменты, на которые сегодня не соглашаются. Вот ночью тут возник спор. Душа рождается по природе христианка. Тортюлян сказал. В Италии пишут. Отец Геннадий Фаст говорит. Блаженный Августин. Я говорю, почему же не говорят? А тут некоторые знают мои материалы, считали и говорят. Она по природе язычница, душа. По природе христианкой сотворена. Но у Адама родился Сиф и говорит, по образу его. По образу Адама. Иначе зачем было сказано? 7.14. Первое коренцем считаем. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. А нечисты почему так? Бодростью, сестра. Я болюсь, когда Евангелие держите. Если угроните, корочки оторвутся или сломаются. Поэтому надо или на что-то ложить. Я буду вам два стула ставить. Не в руках держать. Мало ли еще. Будьте внимательны. Я сегодня с вами разговариваю о сестре. У ней могут быть здесь и недруги, если она переедет. Если она переедет, она будет приезжать сюда иногда. Я не говорю каждую субботу. Но будет приезжать обязательно. Потому что тут она получила крещение. И мы сроднились через интернет. А другие там у нас находятся, потеряевки, интернета дьявола. А мы через интернет все имеем общение. Да и слава Богу. Ни один, ни два человека, которые обратились к Богу через интернет. Итак, ваши воспоминания какие о ней? Сохраните их. И она просит молиться. Не забывайте. Видите, мы иногда в молитву... Я раньше говорил Пиларет и все переводчики из Священного Писания. Проходит уже около десяти лет. Я вдруг добавляю туда иронима Стридонского. А почему? Да он один из самых великих переводчиков. Но только вульгата. На латинский язык католикам. Вот как. Я думаю, как же я-то думал только о русских. А почему тут русский, когда церковь вселенская? Соборная, апостольская. И он один, чтобы перевести, 30 лет переводил. Один. В Ефремской пещере находился. Был у него знакомый иудей старый, который учил его языку и помогал нужные слова подобрать. Вот как. И этот перевод считается в латинском языке лучше по сегодняшний день. Понятно? Я бы никогда, если бы не считал о нем, даже не помыслил, что надо добавлять. А теперь вот такое дело. И при том, когда говоришь с людьми, они всегда спрашивают, откуда вы это берете? Из Библии, толкование святых отцов, каноны церкви и жития святых. Четыре параметра, на которые вполне можно опираться. Видите, какая борьба сейчас разгорелась. Кто-то понимает так, другие иные не разрешают слова о чем-то сказать. Это значит, они или одержимы, или находятся под влиянием, что проданная душа за какую-то систему. А это очень опасно. Ты все смиряйся со Словом Божиим. Вот она сейчас читала комментарии. Только на Новый Завет я дал 297 комментариев. Комментариев, не толкований, как некоторые говорят. Моего толкования нет. Я только блаженного феофилакта говорю в самом предисловии. Если настоящий православный будет считать, он скажет, да это баптист говорит, не блаженный феофилакт. Я только два момента взял. Любовь к Слову Божию и проповедь. И тут я даю расширенность. Что говорили другие святые отцы, которых еще не было при феофилакте. Он жил 900 лет назад. Ну и жизнь показала уже, что есть. Так, что к этому можете добавить? Сейчас можете говорить. Спасибо, Христов. Так, что скажешь, сестра? Ну ты говоришь, с Дебыновым у меня никакой речи не было. Я подошла, Любовь Николаевна там о занятиях слышу, говорит им. Я говорю, зачем ты здесь высказываешь, когда мне Надежда Дмуха сказала, чтобы я провела занятия с детьми. И мне нужно было подготовить новые заветы, Библию там, открыть все. И я поэтому пришла сюда, чтобы подготовить к занятиям. Понял, понял. Намечен план, и ты на пять минут уже не могла отложить это. Пока молоко разольют, Игорь выйдет и все. У тебя, понимаешь, нет... А там молоко и не разливали. А уже никакого молока не было. А речь шла о занятиях моих. А ты слышишь, что по интонации голоса видно. Я предложение не закончил. Ты легко меня перебиваешь? Больше полвека ты не можешь с места сдвинуться. Костыль положила. Я говорю, по-другому то, что ты хотела достигнуть. Зачем тебе конфликтная ситуация была? Разожглась, прямо пламя горит. Нет, не так. И на все ответ есть. Самооправдание – это страшный грех, который влечет в ад. Самооправдание, то есть ему ничего нельзя сказать. Он во всем прав. Я стою в стороне, пытаюсь оттащить. Не надо. И ты сразу на меня только щелкнул зубами вставными, и все. Не надо этого говорить. Мне это надо. Да я буду молча молчать, когда это препятствие устранится. Вот здесь жил Игорь. Спрашивает, и как вы с ним жили? Не просто жил, а за стенкой жил. 14 лет. И настоящего конфликта ни одного не было. Было, где он был не согласен. Я заметил, что не журнал, а, как сказать, можно сказать, журнал церковный в метрополии местной Алтайской миссии. И там часто появляются статьи одного семинариста Вадима. Я узнал, кто он такой, какая его фамилия, Четвергов. И сказал, пока у них выпуск будет, и у одного из первых рукоположат. Надо узнать 30 лет, если не ему, и подарить ему книги. А где подарить? Они приходят в храм утром. Я говорю, Игорь отказался. Да нет, там, как, да что, я передал Володе. Игорь сразу же попятился назад, давай я отнесу. И он отнес, как положено. Видишь, как. И где-то что-то я не согласен. Я написал правила общежития здесь. Никого не имеешь права сюда приглашать, без того, чтобы уведомить меня. Договорились. Но я же не сказал, что отец его приехать может. И он не сказал. Отец приезжает, и он меня сразу спрашивает. Отец мой может ко мне сюда прийти? Кажется, ну не обожжем резь шла. Нет, ну и здесь он показал послушание. 14 лет, это не два дня. Тем более у него характер такой. Говорят, что ни с кем он не уживется. Неправда. Неправда. С ним можно работать. И вот где-то он коснулся одно дело. Вижу, по одному делу у нас возник конфликт неразрешимый. Сразу договорились, с этой темой не касаться. Все. И дальше опять мирно и согласно. Вы слушайте внимательно, что я говорю. А ведь можно так дожиться, что не как медведь в берлоге лежал. Знаете рассказ? Он лежал и комар ему на нос сел, укусил. Он лапой-то, пока поднимал лапу, комар-то взлетел. Он по носу себе как брякнул лапой-то. Смотрит комар вверху. Вот что не сидится ему. Вот я лежу, никому не мешаю. Посмотрел деревья макушками. И эти не стоят на месте. Все машут. Глядит облака. И облака на месте не стоят. Вот как подумаешь, во всей вселенной никто покоя не знает. Один я знаю. Один-один. Медведь. Он лапу сосет. Наживает жира. Потом через лапу, говорят, ему поступают микроны. Ему хватает на зиму этого жира. Ну и у нас-то... С чем мы дальше этого медведя? Ну, а я скажу, что это чисто старообрядческий подход. Евангелие проповедует. Да зачем? Где оно лежало? Тысячу лет пусть дальше лежит. Кто Библию считает до конца, с ума сходит. Это их наработка. И вот что я говорил впереди, что интернет от сатэн, это все они. Они живущие в Потеряевке. Эти слова выпускают. А что они не трудятся? У них ни одна душа не пришла. Никогда. Во всем интернете. Они этого не знают. А почему? Да потому что человек другой скажет, куда же идти? Там все время ругаться. И все время вражда. А можно примириться, найти общий язык даже с теми, которые тебя и не слушают. А почему? Недавленные. Вот обязательно с кем-то они должны где-то схватиться. Никого нету. Сами друг друга сгрызают. Брат на брата. А почему? Потому что клапан был закрыт. Они никогда не подняли восстание. Но Емельян Пугачев поднял, они сразу к нему кинулись. Свернули царя. Ну, какой тут? Бросили войска и все. На четыре стороны Емельян Пугачев поклонился. Прошу прощения у народа русского. Я виноват. Его чертирствовали. Сначала руки отрубили, потом ноги, потом голову. Так вот это оттуда. Надо просто историю знать. Кто историю не изучает, тот рискует повторить ошибки, которые уже были. Мы начали говорить о сестре. Да благословит ее Господь Елену. Она переводится в факел. А ваши имена, вот надежда и любовь, по сегодняшний день не знают, были ли такие, или это качества, которые должны быть у христиан. Любовь, надежда, вера. Эти все есть. И любовь, что такое любовь, есть. Апостол Павел пишет, вера – это осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. И изображается любовь в виде сердца, надежда – якорь. А вера – крест. И София, мать его. София – это премудрость. Никто не знает, были ли такие на земле или не были. И житие святых искусственно написанное. А может быть, были такие? Может и были. Может быть, ну вот так. Так, что я сказал? Примите ближе к себе, потом поразмышляйте, поговорите. Ну и где-то, как только тебе подходит раздражение, в зеркало подойди и посмотри, на кого ты похоже делаешься. И дальше отступай. Так, брат Владимир, ты что-то хочешь сказать о сестре Елене? Ничего нету. Ну, что сказать? Доброе отношение. У нас ничего не было с ним. Благодарю за внимание. Она никогда не прятала, где снимают. Не закрывалась. Ну, чего закрываться? Так, когда по городу мы идем, шага не сделаешь, чтобы тебя не снимали. Благодаря тому, что снимают, тысячи преступников поймали уже. Других свидетелей нет, а вот он как идет, как они грабят. И дальше смотрят на другие, где они свернули, показаны. А они не знают, что там, где показывают наружное наблюдение, то одно место на другое. А то у меня есть только, допустим, шесть, кажется, их. И они, ну, везде. Не хватало одного. Пришли, добавили. И видно, они идут. И уже другой там глазок за ними наблюдает. Они проходят мимо школы. Ночь. Трое. Несут. Ну, видно, что их можно вычислить. Где они будут? Так скрываются. И сразу другой глазок их подхватывает. Вот они остановились, оглянулись. Грабят деньги. Грабили кассу. Тащат. И куда? Сразу же показывают. Дом такой-то, 18-й. Улица такая, Ленина. Понятно. Они еще в комнату не зашли. А уже в списке смотрят, кто такие. Ага, недавно освободились. Сразу запрос, кто в этом доме живет, кто в этом подъезде. А ОМОНу дали указание. Собрали кто. Уже машины летят туда. Летят вооруженные, с кувалдами. Дверь ломать. Снаружи, которая на крышу, в случае с чего на канате опускается, ломают окна и врываются. Все. И уже они лежат вниз за лицом, показано. Наручники на спине. Давайте показания. Когда были? Кто? Откуда? Судим был? Несудим. Вот первое допросы идет, когда они лежат еще скованные. И все это благодаря наружному наблюдению. Еще что прячется туда. Нет никакого смысла. Во-первых, перед Богом все это. Перед Богом наши мысли, намерения сердечные. Ну все тогда с Богом. Да благословит вас Господь, сестры. Живите мирно. И не забывайте, сестру упоминайте не единожды в день. Она ваша была здесь рядом, близки. С Богом. Спасибо, Иисус. Сегодня десять.